Спасибо. Смотрите, сегодня мой первый вебинар. Тема «Важность сопровождения команды и бизнес-партнера». На самом деле, тема очень актуальна, особенно на начальной стадии новичков, которые сейчас у нас в команде находятся. Так, запись идет. Вот, поэтому давайте мы начнем с того, я представлюсь, кто меня не знает, зовут меня Зара Косман, вот, я менеджер 18%, пришла в проект Diamond в пятом каталоге, но активно начала работать в шестом каталоге, за один каталог вышла на уровень 18%. Вот, что хочу сказать. Вначале я не соглашалась, вот, я такую паузу взяла, потом уже поняла, что Ирсана уже не питала по отношению ко мне никаких надежд. Она вообще даже удалила мой номер, да, Ирсана, я тебя припомню. Вот, но потом я ей написала, что Ирсана, давай попробуем. Вот, долго думала, правда, но не пожалела, что согласилась, потому что с таким наставником в горы можно свернуть, на самом деле. Я думаю, вы знаете, каждый поддельник. Вот, сейчас давайте вернемся к теме нашего вебинара. Вот, что мы сегодня будем с вами проходить. Так, спасибо за внимание, это еще рано. Так, наше содержание. Очень, конечно, тщательно готовилась, хотела именно такие актуальные темы выбрать. Я уже представилась. Давайте начнем перечислять, что мы сегодня будем проходить. Это что такое команда, команда в сетевом маркетинге и важность ее создания, ключевые задачи, вот, как делать каждого игроком команды и, конечно, мои рекомендации. Вот, поехали дальше. Хочу сказать, что каждый из вас знает, что такое команда. Это, во-первых, группа людей, которые объединены одной целью, работают для достижения ее. На самом деле команда, она подразумевает понимание, взаимодействие друг с другом, любовь, уважение, благодарность. Команду людей, команду людей можно сравнить с пазлами. На самом деле, часто Лиза Жабраилова у нас повторяла такое предложение, что команда, это, команда дополняет друг друга, каждый из пазлов дополняет друг друга, усиливая каждого и создавая группу людей, которые нет равных, на самом деле. В этом их сила. Что хочу еще сказать. Команда в сетевом маркетинге и важность ее создания. Девочки, во-первых, хочу сказать, что бизнес происходит, бизнес, в этот бизнес с сетевой маркетинг. Приходят абсолютно разные люди, разных возрастов, с разным опытом, с разными целями. Сетевой маркетинг, на самом деле, он не состоит из 10 или из 20 человек, не только. Это команды, команды в сотни и тысячи человек. Первым шагом для объединения такого количества людей, на самом деле, их объединяет одна единая цель. Девочки, волнение, конечно, не передать. Пойдем дальше. Смотрите, не буду зачитывать, чтобы наш вебинар не был скучным для вас. Пробегусь вот так вот вкратце и основное вам сейчас скажу. В нашу команду, Даймонд, если взять, каждый пришел сделать свой бизнес, каждый является лидером для себя. Для создания команды мы должны все понимать и помнить, что мы имеем право на собственную точку зрения, на то, чтобы ее выразить. Мы должны научиться слушать и слышать не только себя, но и других. Это, на самом деле, очень важно. Также ежедневная работа. В работе, в любой работе, особенно в нашей, мы должны поддерживать хорошие отношения, на самом деле, дружеские, хорошие отношения. Спрашивать, не нужна ли помощь. Вот если взять пример нашей команды, на самом деле, всех девочек вынуждают, принуждают, чтобы они участвовали в наших чатах, чтобы чаты наши горели, чтобы девочки чувствовали свою важность в этой команде, в нашей команде. На самом деле, часть каждого человека очень важна, девочки. Как я говорю, вы пришли в этот бизнес для того, чтобы создать свой личный бизнес. Вы являетесь лидером этого бизнеса именно для себя. Спонсор, спонсор, это не ваш начальник, он тоже член вашей команды, либо вы уже являетесь членом его команды. И в первую очередь, вам нужно создать командные отношения, доверительные отношения с ним. Прислушиваться к его рекомендациям. Посмотрите, какие отношения, вот, к примеру, взять, посмотрите, какие отношения между вашими наставниками и их наставниками, на самом деле. И вам это даст много-много ответов на ваши вопросы, как они работают, какие у них успехи, взаимные успехи, какая гениальная, грандиозная поддержка между ними. И, конечно, тихо, он меня поддерживает. Вот, что хочу сказать дальше. Ключевые задачи при построении команды. Девочки, каждый лидер, каждый лидер, он должен выполнять две задачи. Ну, основные из основных, так сказать. Во-первых, он должен сам достигать поставленных целей и вести за собой команду. Я думаю, каждый из вас знает, кто нас ведет. Вот, какие успехи у этих людей, какие трудности. Вот, я думаю, вы это сами на себе испытаете. На самом деле, для лидера недостаточно устанавливать только свои личные какие-то цели или рекорды, какие-то достижения. Он должен работать в ряду со всеми. Он должен работать как член команды. Также добиваться таких больших успехов не только сам, а именно и за счет команды, с помощью команды. На самом деле, каждым следует научиться быть командным игроком. Девочки, я тут отметила специально. Иметь искусство и практическое умение вдохновлять, заряжать энергией свою команду. Помогать своей команде самообучаться, саморазвиваться и помогать расти. Потому что только командой мы растем, девочки. Только так нам всем обеспечен результат. Я думаю, вы ощутили это в текущем седьмом каталоге у нас, что были такие вопросы у меня лично. Зар, почему команда молчит, почему все тихо молчат, ничего не говорят. На самом деле, я знаю, что многие это почувствовали. Я хочу, чтобы вы, каждый из вас, сделал свой вклад именно активностью. Понимал, что он важен, он важен команде, он нужен команде. Представляете, если вот эти все пазлы собрать в одно единое, у нас есть результат, у нас есть картина, у нас есть видимость дороги, куда двигаться дальше. Поэтому, не знаю, какой-то смайлик отправить, или там какой-то комментарий, или там свое настроение написать, там, девочки, вот так и так, там, отлучусь, пожалуйста, поддержите команду, там, отвечайте. Должна быть энергетика в команде, в любой команде. Вы должны писать друг другу. Лично я, девочки, кто здесь знает, некоторые, что я, если вижу, что она при тихо в чатах ничего не пишет, значит, я начинаю бить тревогу. Я независимо, она в моей ветке или не в моей ветке. Я ей начинаю звонить, звонить, и начинаю, во-первых, шучу с ней, говорю, ну что, будем тебя лечить, будем поднимать твое настроение, что у тебя случилось. Вот, и таким образом я как бы поднимаю такой ее командный дух, заряжаю ее энергией. Это очень важно, девочки. Человек должен понимать, что вы за него переживаете. Если каждый из вас будет переживать за свою команду, представляете, какое объединение у нас будет, потому что мы находим людей себе подобных. Вы это знаете, как мы себя ведем в команде, так и наши новички будут вести себя в команде, так и наши люди будут, так и наши лидеры будут вести. Не забывайте, вы пример. Продолжаем дальше. Как сделать каждого игрока команды? На самом деле, мне этот слайд тоже очень нравится. Во-первых, нужно поставить общую цель, реальную цель, которая достойна достижения. Пожалуйста. Как ранее сказала, нужно излучать заряд положительных эмоций, энергетики, девочки. Энергетика просто должна от вас, не знаю, лететь. Также вы должны помогать, выручать ваших нижестоящих, вышестоящих спонсоров, так сказать. Создавать каждый в себе, каждый у себя отдельно. Создавать активные, горячие команды. Горячие, это, ну, я думаю, вы поняли, что значит, именно активные команды. Ну, и в первую очередь, конечно, девочки, нужно обучаться, обучать и помогать команде. Это очень громко звучит, очень емко звучит. Я думаю, вы поняли смысл, что нужно обучаться. Вы должны быть на 10 шагов вперед для того, чтобы своих людей вести за вами. Вы должны обучаться и еще раз обучаться. Делиться своим опытом, своим знанием, своим навыком. И, на самом деле, печальный такой пункт, расставаться с теми, кто не хочет вносить свой вклад в команду. Потому что, на самом деле, такие люди отнимают очень много сил, очень много сил, очень много времени, очень много времени занимают, вот. И нужно просто научиться отпускать таких людей. Люди, люди, если захотят вернуться, лично я всегда оставляю двери открытыми. Вот. Я и говорю, если там, ну, лично мой пример, если передумаешь, возвращайся, я тебе помогу, чем смогу. Главное, чтобы он видел, что вы не обижены на него. Подожди. Продолжаем дальше. Так, у меня 30 минут. Исана, да, дай мне ответ. Ты же 30 минут последних будешь вести, я постараюсь уложиться. Так, не вижу, чтобы Усана писала. Да, мам. Сейчас, пожалуйста. Девочки, какие будут мои рекомендации? Как ранее, как ранее говорила, как ранее говорила, это нужно создавать вдохновляющее видение и подавать личный пример. Вы должны быть примером своей команды. Команда должна гордиться вами, каждым по отдельности. Вы должны наделять полномочиями, вдохновлять и заряжать людей энергией. Это, на самом деле, очень важный пункт. Создавать команду и быть в ней лидером, чтобы вы были для нее авторитетом, чтобы люди знали, что на любой вопрос вы сможете ответить. Для вас не должно быть вообще предложения «не знаю». Возьмите паузу, возьмите какую-нибудь паузу, найдите ответ. Но вы обязательно должны знать ответы на все вопросы ваших новичков. Знаете вы, не знаете. Это уже ваша задача. Паузу берете, копаетесь в интернете, тратите на это время, спрашивайте, звоните своим спонсорам, если до них не можете достучаться через WhatsApp, через SMS. Но ответ должен быть от вас отдан. Девочки, что хочу еще сказать. Хочу сейчас по отдельности каждый пункт пройти. Что значит создавать вдохновляющее видение и подавать личный пример? Здесь должны вы быть лидерами. Знаете, на самом деле очень важно демонстрировать уверенность в вашей работе. Вы должны людям показывать, что вы уверенно идете и делаете те шаги, за которыми они потом будут ходить позади вас. Еще очень такой важный момент. Не нужно гнаться за популярностью. Ваша задача... Я перезвоню. Пап, перезвоню, могу демонстрировать, пожалуйста. Вы не должны... Девочки, извините. Вы не должны на самом деле гнаться за популярностью. Ваша задача не быть популярным. Ваша задача приносить результат в команде, в компанию, приносить результат в команде. Поэтому, девочки, прежде чем быть лидером, нужно прислушиваться рекомендациям своего лидера, вышестоящего, вносить какие-то свои идеи, вносить какие-то свои предложения, вносить какие-то свои корректировки, может быть. Потому что вы понимаете, что вы вносите свой вклад, вы тратите свое время, свое внимание, свою жизнь на эту работу. На любую работу, на любое дело, где и присутствует команда. Поэтому, девочки, очень важно, очень важно именно иметь такой стержень, чтобы не сдаваться первой же трудности. Если у человека там паника началась, вы не должны сзади вестись на эту панику и тоже, ва, да, что случилось. То есть вы должны иметь такое полное спокойствие, вот, все решаемо в этой жизни, успокаивать своих людей. Девочки, вы являетесь примером. Помните, каждое лицо, ваше лицо, вы являетесь и лицом компании, лицом команды. Вместе, вместе мы сила, девочки, вместе мы сила. Если мы будем друг другу доверять, если мы будем друг другу помогать, если мы будем прислушиваться друг к другу, тогда у нас будет обеспечен быстрый рост, стабильный рост. Очень важно, стабильный рост. Мы будем сопереживать друг за другом. Поэтому не ленитесь, не скупитесь на улыбки, на хорошие комментарии, на, не знаю, на лишнюю сообщение, на лишнюю смс-ку «Привет, как дела?». Вы должны вот этот дух командный почувствовать, передавать его. Вот, как вам, как вам, как вам нравится, да, когда вы добавили там в наш чат, к примеру, новичка своего, и когда все девочки начинают встречать. Вы даже просите это, мы просим, девочки, поддержите там новичка моего. Когда новичок видит столько, столько приветствий, у него даже настроение поднимается, у вас настроение поднимается. В этот момент вы чувствуете, что вы не один, что команда, команда, команда с вами, команда поддержит любого. Вот, а сегодня на самом деле выживают и побеждают те, кто создают лучшие команды. Пример, на самом деле, я предоставляю. Пример это, можете взять команду Ирсаны, команду наших вышестоящих спонсоров, вы видите, какой результат. Пожалуйста. Вы видите, вы видите, какие успехи у этих спонсоров, у этих лидеров. Так давайте мы возьмем пример, будем действовать, потому что есть опыт, есть реальные люди, которые готовы делиться своим опытом, которые готовы отдавать себя, свою энергетику вам, поддерживать вас. Очень важно. Девочки, я, наверное, на этом завершу свой вебинар сегодняшний, дам слово, а то здесь самый большой человек уже вмешивается. Так, Ирсана, что, нет, не поняла? Ты еще не готова? Вот. Жду, конечно, ваших, ваших... Во-первых, спасибо за внимание. Очень, на самом деле, рада, что столько людей, столько людей пришло сегодня на вебинар. На самом деле, для меня презентация 112 человек смотрит мой вебинар. Круто, круто, девочки. Очень хочу, чтобы вы тоже оказались на моем месте, тот, кто еще не бывал здесь. Поэтому, девочки, чем смогу, помогу. Обращайтесь. Жду ваших вопросов. Так, меня зовут Зара Хосман, мне 25 лет, будет в июле, мама в декрете. До проекта Diamond я работала в различных организациях. Последнее мое место работы, я работала коммерческим директором компании, который занимается офисными переездами. Именно бизнес-класса А и Б. До этого работала трейд-маркетологом, опыт работы есть. Но так сложилось в моей судьбе, что все крутится вокруг бизнеса. Думала открывать свой бизнес. Там много идей было, начиная от пекарни, заканчивая какими-то магазинами. В общем, так вот. Но это осталось на уровне идеи. Я почувствовала такую энергетику в компании Diamond. Я знаю, что все сразу не получится, все сразу не получится. Нужен труд, упорство, терпение. Сабор, девочки, терпение. И на самом деле действия каждый день. В этом я тоже убедилась. Если там у вас какой-то пробел в одном дне произошел, у вас уже немножечко идет отрыв. И знаете, я себе поставила задачу, что я не хочу на нижних ступенеках сейчас, на начальных ступенеках находиться и терять столько времени. Поэтому не теряйте время, не теряйте время. Идите вперед, двигайтесь вперед. Даже если будут трудности. Без трудностей у нас не ценится то, что мы приобретаем. Это вы все знаете. Поэтому очень важно прислушиваться к себе, в первую очередь, понять, что вы хотите, на что вы способны, что вы готовы вложить для того, чтобы осуществить вашу цель, вашу мечту. Очень часто нам говорят, поставьте цель, поставьте мечту. На самом деле это работает. Я сейчас не хочу отклоняться от нашей темы, но помогайте своим людям тоже поставить, выявить какие-нибудь цели для тебя. Так, Ирсана пока не готова, минут 5. Хорошо, Ирсан, если мне большой человек даст 5 минут. Вот, девочки, спасибо. Можете задавать мне вопросы. Да, я надеюсь, это не первый вебинар, не первый вебинар, который поможет вам, может быть, сделать для себя какие-то выводы. Какие-то выводы сделать, что в чем-то поможет. Я всегда доступна для общения, вы можете мне написать, просить. Поэтому, девочки, спасибо вам за эту энергетику в команде, которую вы создаете, за вклад, который вы делаете. Каждый по отдельности тратит себя, тратит частичку своего времени на то, чтобы поддержать нас, отвечать на вопросы в чатах. И смотрите, девочки, все зависит, на самом деле, от вас, как вы будете активничать в команде, как вы будете задавать вопросы, отвечать на вопросы других людей. Так люди потом вам будут оперативно отвечать. Можно под... Так, подожди. Так, хорошо. Девочки, можно поконтрите, что и как делать цель есть, как и достичь. План работы, девочки, план работы нужно составить. Нужно понимать, на что вы способны, на что у вас больше идет основной упор. Работы и над этим работать и обучаться. Девочки, я благодарна вам за то, что столько людей пришли поддержать нас. Вот, я даю слово нашей Ирсане. Ирсана, ты готова? Вижу, что да. Вот, будем работать. Всем доброй ночи. До свидания. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. 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 ... 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 Девочки, как не виснет? Девочки, как не виснет? Слышно и видно меня. Слышно и видно меня. Слышно и видно меня. Ух, ужас какой-то. Ужас. Окей, девочки познакомились с моим... Ищите, ищите тщательно. Ищите тщательно. Эхо есть. Так, слышно, видно, эхо будет, потому что я включила, я вижу себя еще в компьютере, себя вижу, и плюс я общаюсь с вами через телефон. Если я выключу на компьютере себя, то я вообще пропадаю. Нет, если я выключу, то я вообще выключаюсь. Вот смотрите, я микрофон отключу, включу, меня слышно, видно, посмотрите. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Так, давайте. Наверное, у меня корм зависает. Смотрите, девочки, я просто ваше сообщение тоже не вижу. И она звонит, а потом я от нее отстаю, потому что мне она понравилась, почувствовала именно в зале бизнес-партнера. Почувствовала бизнес-партнера, дальше, так, минуточку, хотела включить свои слайды. Так, минуточку, сейчас надеюсь, что включу слайды свои. Через телефон я вижу, они... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...